Можно ли прожить без Голливуда? Надеюсь, что можно. Зритель хочет смотреть большое качественное зрительское кино. Главное ему просто об этом сообщить. Как тут можно что-то импорта заместить, если люди любят Голливуд? Надо производить в два с половиной раза больше фильмов, чем их производится сейчас. Американцы так не снимут уже никогда. Нельзя сказать, что студии прям довольны тем, что они ушли. Это и не их решение. Решение исходило выше. Российский рынок один из трех, может быть, четырех в мире, где можно на прокате зарабатывать. Травля людей, которые происходят, артистов, не только киношников. Каких? Мы ни разу не столкнулись с тем, чтобы нам кто-то позвонил и сказал, вы что делаете? В России у нас сейчас, к сожалению, нету своего человека-паука, его просто пока не сняли. Но снимут. Всем привет, это Forbes Talk. Мы снимаем этот выпуск в закрытом клубном сообществе NoDom. И я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это Вадим Верещагин, продюсер и генеральный директор компании Центр Партнершип, одного из крупнейших российских прокатчиков, дистрибуторов и производителей контента. Вадим, добрый день, привет. Добрый день, привет. Видеть тебя у нас. Мы на «ты» можем, да, я думаю, общаться. Да, потому что мы знакомы. Вадим, закончилась весна. Май – это сезон традиционных блокбастеров во всем мире. Но поскольку вот уже 4 месяца в России не работают западные крупнейшие студии – Warner Brothers, Disney, Sony, Paramount. Это коллапс для российского кинопроката вот по прошествии этих уже 4 месяцев. Что ты можешь сказать? Ситуация тяжелая, безусловно. Конечно же, когда еще в прошлом году кинотеатры так или иначе выстраивали свои планы, на этот год выстраивали свои бюджеты, они, естественно, рассчитывали на то, что голливудское кино будет. И голливудское кино было заранее заявлено. Все знали, когда конкретно какой фильм будет выходить, где он будет пересекаться с тем или с другим фильмом. И, естественно, их отсутствие – это очень серьезный удар именно по кинотеатральному сообществу. Можно ли прожить без Голливуда? Надеюсь, что можно. Мы пока не знаем, пока прошло всего 3 месяца данной ситуации. И пока не запущены полностью те механизмы, которые, так называемые импортозамещения, которым можно было бы заместить голливудский контент. И несмотря на то, что, в принципе, было создано большое количество российских фильмов, их вот прям подготовить моментально к выпуску – ну, это невозможно. В эти все фильмы же были вложены большие деньги, и для того, чтобы выпустить подобный фильм в кинопрокате, необходимо провести же еще и масштабную рекламную кампанию. И продюсеры зачастую просто не готовы сейчас прям вот в топку сбрасывать свои фильмы, несмотря на то, что они, в принципе, есть, и они готовы. И мы уже успели выпустить несколько крупных российских картин на экран, и они сработали не то, что не хуже, чем мы ожидали, они сработали лучше, чем мы ожидали, что говорит о том, что зритель в кинотеатрах есть, и он хочет смотреть большое качественное зрительское кино. Главное ему просто об этом сообщить. И отсутствие Голливуда только этим российским фильмам будет помогать. Меньше конкуренции, более длинный прокат. Кино стоит на экранах очень долго теперь. Если взять пример того же «Финика», который мы выпустили в конце марта, он четыре недели был номером один в кинопрокате, и на него была стабильная семейная аудитория. Это очень важно, и мы понимаем, что будущее есть. Сейчас просто вынужденно придется потерпеть, затянуть пояса на очень, как бы, плотно затянуть. Голливудские релизы приносили, я почитал несколько профильных изданий, и «Бюллетень кинопрокатчика», самое профильное издание для проката, голливудские релизы приносили кинотеатрам российским до 80% дохода. И как тут можно что-то импорта заместить, если люди любят Голливуд, люди любят американское кино и ходили на американское кино, и если оно приносило 80% дохода? Ну, здесь тогда небольшая историческая справка. 95-й год открывается первый российский, современный российский кинотеатр. «Кода киномир». «Кода киномир». Туда заезжает, собственно говоря, не российское кино. Его просто не снимали тогда. Да, въезжает унесенное ветром. Дальше туда зашел «Титаник» и так далее. Так получилось, что за счет отсутствия института, в принципе, и кинопроизводства в те времена наша аудитория росла на голливудском контенте. И опять же, тут как бы не нужно никаких сомнений. Это, наверное, лучшие мастера своего дела. В мире. В мире. Конечно. Более того, ведь за счет того, что у них глобальная дистрибуция, американские фильмы выходят во всех странах мира, за исключением России сейчас, они пользуются этим, они в состоянии тратить огромные бюджеты и на производство, и на продвижение. А продвижение же, сейчас нет понятия продвижения в той или иной стране, сейчас продвижение глобальное за счет, в принципе, того, что интернетом пользуются все, и несмотря на то, что, да, есть языковой определенный барьер, то материалы, запущенные в Соединенных Штатах Америки, для их проката так или иначе доходят и до нашей аудитории, и для другой аудитории в других странах. Это глобальная маркетинговая компания, зачастую на блокбастер американский. Реклама составляет в районе 100 миллионов долларов. Тут просто рекламный бюджет, мировой, но это чуть больше, чем все те деньги, которые в год в России может заработать российское кино. И бюджеты, естественно, производственные у них, тоже немаленькие. Американский блокбастер – это минимум 150-200 миллионов сейчас. Мы тоже в этом отношении, мы с ними не можем конкурировать. И наша аудитория действительно взросла на голливудском контенте в середине 2000-х. Начал восстанавливаться Институт производства российского кино, именно большого кино. И мне кажется, что в 2018 году мы достигли уже очень крутых результатов. В те годы уже начали выходить большие фильмы. «Легенда 17», «Экипаж», «Викинг», «Сталинград», «Движение вверх», «Т-34», «Холоп», безусловно. Это реально большие фильмы, которые спокойно могли конкурировать на нашем рынке с американским кино. И более того, на ряде зарубежных рынков они конкурировали с американским кино. Да, но доход, если верить экспертам, все равно приносили киноотрасли голливудские фильмы. Этих фильмов было. 80%. Российских фильмов было мало. Как их сейчас станет много? Мне кажется, что сейчас для российского кинопроизводства в общем-то есть шикарный шанс сделать принципиальный скачок вверх. А для этого надо производить в два с половиной раза больше фильмов, чем их производится сейчас. Я про зрительские фильмы говорю. То есть у нас должно быть таких холопов не один-два в году, а три-четыре. Мы должны производить больше. Безусловно, денег у кинопроизводителей недостаточно для этого. И мы здесь очень рассчитываем на то, что государство тем или иным способом нас поддержит. Без государства, к сожалению, мы пока не в состоянии производить большие картины, потому что они все связаны с рисками. И этих денег просто так вот, коммерческих денег в индустрии нет. Но за счет этого мы можем сделать массированный, качественный скачок. У нас все, нет Голливуда. Аудитория хочет именно того контента. Так надо его просто предоставить. И мы умеем это делать. Ты думаешь, мы можем быть конкурентны? В своем жанре, безусловно. Мы классно умеем делать драмы. Мы умеем делать комедии. И опять же, сборы же это показывают. И нам надо просто продолжать это делать. Опять же, такие же фильмы, как тот же самый «Последний богатый» и «Большое семейное кино». Но так он здесь рвет любое американское семейное кино. Наша аудитория готова смотреть большие фильмы. Их надо просто предоставить. Как ты считаешь, какие прогнозы в компании, у тебя, у кинорынка, раз ты сегодня за весь кинорынок здесь говоришь, когда студии могут вернуться? И есть ли у тебя какое-то понимание переговоры с ними? И второе, вы представляли здесь «Парамоунт» на территории России все фильмы «Парамоунта», который тоже ушел. Как вы с ними разорвали отношения? Мы с ними не разорвали их. Простите, что ты перевел. Мы их с ними не разорвали, а у нас действующий контракт. «Парамоунт» временно не предоставляет свои фильмы на российский рынок. И, насколько мне известно, это решение не совсем студийное. Это решение на несколько голов выше. Что ты имеешь в виду? Студии не по своей доброй воле вдруг резко отказались поставлять контент в России. Их об этом точно попросили, кто не знает. Но это не их решение. Студии привыкли зарабатывать. Откуда эта информация? От студия самих. Они так тебе говорили? Конечно. Это не их решение. Решение исходило выше. Вашингтон? И для студий я не уточнял. Скорее всего, где-то оттуда. Это не решение бизнеса. Бизнес Голливуд, он, в общем-то, так или иначе проинвестировал огромные средства в этот рынок. И просто так с него и входить, ну, с точки зрения бизнеса, это же, наверное, неправильно. Нелогично. Причем студии по-разному могут кричать о том, что Россия это всего 2% в их общих сборах. В общих сборах может быть. А вот с точки зрения доходов, которые они получали на российском рынке, это намного больше, чем те 2%. Потому что российский рынок с точки зрения кинотеатрального проката, он, наверное, один из трех, может быть, четырех в мире, где можно на прокате зарабатывать. Можно окупать рекламный бюджет, который необходим, который ты вкладываешь в прокат фильма. И это приносит какой-то доход. В большинстве стран, в Европе, большинство фильмов прокат выходит исключительно для того, чтобы дальше более успешно продаваться на телевидении и в интернет, на их местные платформы. А в России прокат дает деньги? В России прокат дает деньги. И таких рынков, наверное, понятно, мы, Бразилия, Китай, их очень мало. Я, как правило, говорю, понятно, что есть мега-блокбастеры, которые в любом случае окупают себя и в кинопрокате, в том числе. Но таких, и у них таких штуки три в год. И они просто взяли и ушли. И мы знаем, собственно говоря, про историю Нетфликса, который тоже говорил, да ладно, ничего, Россия, небольшой рынок. Но они потеряли 700 тысяч подписчиков, как выяснилось, только за счет России. И дальше половину своей капитализации месяцем следом. Поэтому нельзя сказать, что студии прям довольны тем, что они ушли. Достаточно большой пирог для них. Когда они могут вернуться? Вы обсуждаете это в ЦПШ? Называют разные, разные студии называют разные сроки. Они не знают. Кто-то говорит, надеемся, что вернемся летом. Кто-то говорит, что мы не знаем дату, но явно надо сначала как бы дождаться прекращения огня. А кто-то говорит, что мы вернемся только тогда, когда там закончатся мирные переговоры. По-разному. Ни у кого точно как бы нету понимания, что опять же говорит о том, что это не совсем их решение. Не они это принимали. Они хотят вернуться? Конечно. Из твоего общения с Paramount? Конечно. Более того, с кем ты общался из западных коллег? Я общался и со студией Paramount, безусловно. Мы поддерживаем просто дружеские отношения и давно уже поддерживаем их. Я общался с CEO Lionsgate. И они очень хотят вернуться в Россию. Они понимают, что вот тот же сейчас сезон блокбастеров, который ты упоминал, но вот вышел фильм Top Gun. Это самый кассовый фильм Тома Круза за всю его долгую карьеру. Ну, мне кажется, что в России он сейчас мог бы собрать, не знаю, полтора миллиарда рублей в прокате. По новому курсу это, собственно, больше 20 миллионов долларов. Просто бокс-офиса. Это огромное упущение для студий. Если в мировом прокате, в международном прокате они собрали чуть больше 100 миллионов и, видимо, соберут где-то в районе 300 миллионов долларов, ну, вот 20 миллионов это достаточно большая доля. Процентов 7 получается. Того, что они просто потеряли. Вы ожидали, я имею в виду компания Центр Партнершип и ваши коллеги российские ухода западных мейджоров после начала так называемой спецоперации? Нет. Не ожидали. Почему? Ну, нам казалось, что, я надеюсь, что это логично, что все-таки культура должна быть вне политики. С одной стороны. А с другой стороны, и мы это понимаем с точки зрения продвижения даже нашего российского кино за рубеж, что это же в том числе вы правильно сказать насаждение идеологии. Американцы как раз научились делать лучше всех в мире тоже. У них же звездно-полосатый в каждом пятом кадре. Они умеют это делать. И давно причем. И просто так вот взять и уйти. А зачем? Смысл-то какой? Ну, все, теперь российское население не будет смотреть американские, пропагандистские, патриотические, в том числе фильмы. Поэтому, исходя именно из этой логики, мы думали, ну, хорошо. Понятно, что какие-то там санкции, это мы все прекрасно понимаем. То, что Голливуд просто так возьмет и уйдет. Опять же, санкций же по этому поводу тоже нету. Нигде же не сказано ни в одном документе, что вот фильмы больше в Россию не поставляем. Ну, нигде не сказано. Поэтому мы попросили наших коллег, которых мы приобрели права. И по этому договору нам просто не предоставили фильмы, они отменили контракт, вернули нам деньги. Мы попросили, слушайте, дайте бумажку какую-нибудь. Почему вы не можете поставить? Мы уже оплатили договор. У нас все уже как бы права-то, в общем-то, переданы, вы фильмы не передаете, сам контент. Говорит, вот мы не можем, вот так нам сказали, закатывая глаза вверх. А как ты считаешь, все-таки, ну, наверняка, они персонализируют, кто это сказал? Нет, они не персонализируют, они конкретно говорят, что это на несколько голов выше их решения. В чем то, что мы общаемся с главами студий, мы можем себе так представить, где это может находиться. Та голова, которая это решение приняла. Какой из российских блокбастеров ты бы сопоставил по уровню качества, драматургии с тем же Топганом, например? Если мы говорим о конкуренции. То Топган, в принципе, уникален в этом отношении, таких фильмов больше уже не снимают. Топган уникален даже для современного Голливуда сейчас, вот особенно второй фильм, который вышел. Но в России из тех примеров, ну, во-первых, есть куча примеров, которые я уже близко знаю, в которых мы так или иначе участвуем, которые готовятся на следующий год к выходу. Это в том числе и фильм «Вызов», первый фильм, снятый в космосе. Вот там, в принципе, американский кинематограф отдохнет из того, что мы видели, те кадры, которые мы видели. Американцы так не снимут уже никогда. Теперь вы отзовете российское кино из Америки? Ну, видимо, да. Американцы так уже не смогут снять. Мне кажется, это просто какая-то вот такая планка, на которую больше никто не способен. И с точки зрения и сюжета, и качества съемок, которые там происходят. Когда вы выход выпускаете? Планируем в следующем году, в первой половине. Пока идут съемки, поэтому тяжело кино, это еще не готово. Что касается других каких-то фильмов из того, что выходило, ну, тот же Т-34, чем по качеству он уступает фильму Ярость с Брэдом Питтом? Ну, кроме того, что там Брэд Питт, а у нас Саша Петров. Ну, с точки зрения качества, ну, в целом, да ничем. Поэтому у нас есть прекрасные экземпляры, прекрасные фильмы, которые действительно работают. Да, надеюсь, что так. Но я при этом хотел спросить про кинотеатры. Какой здесь у вас прогноз, как много кинотеатров закроется к концу этого лета, потому что и Синема Парк, и Формула Кино, об этом были сообщения, что, скорее всего, будут сокращать количество залов, и вообще все эксперты, киноэксперты говорят о крахе кинотеатрального проката, и количество кинотеатров, что они закроются просто и не выживут. Я вот с кинотеатральным прокатом связан уже вплотную на протяжении почти 20 лет. И за это время кинотеатры хоронили уже очень много раз. Но все-таки такого кризиса, как сейчас, у кинотеатров не было даже во время пандемии. Был ровно два года назад во время пандемии. Тогда вообще не было фильмов ни российских, ни иностранных. Да, но если не было во всем мире. Ну, мы сейчас говорим про российские все-таки кинотеатры, а не про мировые. И вот за время пандемии по-моему закрылось два или три кинотеатра. Мы сейчас говорим про полное закрытие именно кинотеатра как площадки. То, что происходит сейчас, да, понятно, все оптимизируют свои расходы, потому что выпала львиная доля доходов. Это закрытие определенных залов. 17-ти зальнику, 15-ти зальнику не нужно столько залов в кинотеатре. Можно обойтись семью. Просто контента нет для того, чтобы их заполнить. Это, безусловно, сразу же позволяет кинотеатру оптимизировать и расходы на персонал, и на уборку, и на коммунальные услуги, и так далее. Да, но что показывать, если через... А вот через что показывать? Если у нас все равно пока нет такого количества фильмов, зрительских фильмов. Вот сейчас идет плотная работа над подготовкой к выпуску больших российских фильмов. И я, возможно, даже про все не знаю, но точно убежден, что именно больших зрительских фильмов осенью этого года выйдет минимум десяток российских. Их сейчас реально готовят к выпуску, и большинство из них мы выпускаем как прокатная организация. на текущий момент, несмотря на то, что мы слышим, что кинотеатры закрываются, что все плохо, закрылось полностью не больше сорока. Вот именно полностью закрылись. По стране? По стране. Да, безусловно, какие-то кинотеатры закрыли залы. Да, какие-то кинотеатры временно приостановили свою деятельность. именно на то время, пока не появится больше контента. Каждый решает свои задачи. То есть, по твоему мнению, мебельных салонов там не будет, как мы это наблюдали уже в 90-х? Хлеба и зрелища, оно всегда нужно. С хлебом государство наше, по-моему, справится, а зрелища мы самые доступные. Кинотеатральный показ это самый доступный способ получения коллективных эмоций. И это никуда не денется. Сколько бы кинопрокат не пытались хоронить. Сначала его хоронили, когда появился DVD-носитель. Потом его хоронили, когда начал развиваться ввод. Его полностью похоронили в 20-м году, когда кинотеатры закрылись. Когда голливудские студии начали миновать кинотеатры, но они закрыты были. Не во всех странах, кстати говоря, но начали глобально миновать кинопрокат и выпускать весь свой контент на интернет-платформах. Тогда кинотеатры тоже хоронили. Но прошло два года, и мы уже видим по сборам того же Человека-паука или Топ-гана, что сбора-то есть. И лаборатория вернулась. В России у нас сейчас, к сожалению, нету своего Человека-паука, его просто пока не сняли. Но снимут. И работа над этим идет. Кинотеатры доживут до того момента, когда его снимут? Конечно доживут. Конечно доживут. Не все. Безусловно, не все. Также не все кинопроизводители доживут до того времени. Сейчас тяжело всем. Но то, что кинотеатральный показ никуда из этой страны не денется. И я в этом убежден. Если говорить о людях кино в России, что вы думаете, вот мы заговорили о спецоперации так называемой, которая пришла и в кино, эмиграция Александра Роднянского, когда Министерство обороны попросило Минкульт исключить его из российской культурной повестки. Формулировка та еще, но не будем сейчас даже ее обсуждать. Это позорный шаг со стороны Министерства обороны, Министерства культуры, потому что Роднянский один из виднейших здесь был продюсеров, кинематографистов, и вот случилось то, что случилось. Насколько это трагическая история, в том числе и для кино, для отрасли? Для отрасли, я думаю, что никакой трагедии не произошло. Почему? Ну, у нас достаточно большое количество кинематографистов, которые в состоянии производить хорошее, качественное, зрительское, в том числе, кино за нормальные деньги и умеющие это делать. И эта индустрия, безусловно, не только Александром Ефимовичем жила. Мне кажется, что здесь видишь, у меня вообще подход этот не совсем понятен с точки зрения даже того же собственно Александра Ефимовича. Он в общем-то себе имя-то сделал здесь, в этой стране. И деньги он зарабатывал все в этой стране. Ну, он и налоги платил. Он и налоги платил, но он брал деньги у государства на создание своих фильмов. Как в Министерстве культуры, так и в фонде кино. Так, собственно говоря, просто от российских компаний, как инвесторов. Просто так бросить все, перечеркнуть это, не знаю. Я не знаю, что как бы, чем человеком движет данная ситуация, что его движет. Может, тем, что он родился в Киеве, и Украина для него непосторонняя страна. Может быть, я не находился в его ситуации, мне тяжело судить об этом. Но все остальное я думаю, что предлагаю все-таки это оставить на совесть тех людей, кто пишет письма и так далее. Мы, как я и говорил, я все-таки предпочитаю, чтобы кино, как часть, элемент культуры, все-таки было немного вне политики. вот это письмо исключить из культурной повестки. Это что? Я его, к сожалению, не читал, поэтому, видимо, пропустил как-то. Я же не знаю, о чем ты сейчас конкретно говоришь. Ну, хорошо, травля людей, которые мы видим, которые происходят, артистов, не только киношников. А каких? Пугачева и Галкин. Вот недавний транспарант на Останкина, и ответ Аллы Борисовны на это. Да, это не кино напрямую, но это культурные процессы, это элиты страны, и которую тоже здесь втягивают в политику, пытаются травить. Как ты к этому отдаешься? Что происходит с теми артистами и творческими людьми, которые уехали, а кто-то уехал и уже вернулся? Ну, мне кажется, что это, в первую очередь, их дело. И здесь нельзя их не осуждать, не как-то в принципе оценивать. Мне кажется, что то, куда человек собрался ехать, это его реально личное дело, а не дело общественности. Это так он говорит. А как ему не ехать, если его здесь запрещают? Ну, по-моему, Аллы Борисовну никто здесь не запрещал. Ну, Галкина запрещали. Да и Галкина, я не припоминаю, что кто-то здесь запрещал. Ну, он сказал... Прости, я в этом... Я просто... Он сказал в своем обращении, что когда все началось и он отреагировал, ему запретили сразу много концертов здесь, в России. Российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе, я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Ну, тут опять же, мы сейчас уйдем в дебри политики, что я не очень люблю. Опять же, мне кажется, здесь дело каждого свое. Каждый живет по своим каким-то, не знаю, личным идеологическим правилам. Давай про кино, про Роднянского. Все-таки, как это скажется на... не на зрительском кино, но я тебе могу сказать свое, может быть, не столько мнение бизнес-профессиональное, сколько зрительское. С именем Роднянского здесь было связано очень много качественных режиссеров, которые в том числе делали славу России и в Каннах, и на других фестивалях. Я имею в виду, безусловно, Андрея Звягинцева, и Киру Коваленко, и Кантемира Балагова, и Владимира Битакова. Фильмы, на которые мои друзья ходили, и там были, кстати, полные залы. И на фестивалях в Петербурге экспериментального кино, и в Москве на фестивалях всегда набивались полные залы. Наверное, это не большая касса, но, тем не менее, это были события, которые тоже двигали рынком. Сейчас этих событий не будет, и что делать умному авторскому кино в этой ситуации, когда вот один из столпов, Александр Роднянский, не в России, с кем им работать, куда идти? Ну, во-первых, скажем так, как мы уже говорили, на Роднянском продюсерское сообщество не закончилось. И недавний пример, мы с тобой до начала интервью говорили, фильм «Ника», который создан совместно Федор Бондарчук, Михаил Грубель, Александр Андрюшенко, Бондарченко, мы тоже к этому проекту подключились в определенный момент времени. Очень хорошее кино. Оно никуда не делось же, его же произвели, и будут производить подобные фильмы, потому что есть аудитория для них. И режиссеры есть, которые готовы снимать подобные фильмы, и очень много дебютантов, которые можно открыть. Вот кто из продюсеров готов работать с таким кино сегодня и продвигать его? Назовем это авторским кинематографом. Не люблю слово «артхаус». Если тебе нужны конкретные названия компании, то вот компания «Централ Партнершип» готова заниматься подобными фильмами. И, опять же, наша же основная задача – это сделать хорошее кино. Ну, не стыдно, у нас есть определенные чувства прекрасного. Да, чтобы оно нашло своего, безусловно, зрителя. И, безусловно, хотелось бы, чтобы это кино уже как бизнес приносило создателям какие-то доходы. И такие конфигурации в принципе существуют за счет участия различных фондов, и не только государственных. Опять же, очень большое количество фильмов подобных поддерживает фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича. И, ну, есть возможности, и мне кажется, что это никуда не денется. Скажи свое личное мнение по поводу стоп-листов, которые есть в среде актеров, ну, точнее, когда актерам, высказавших свою позицию по спецоперации на Украине, запрещают сниматься, их вырезают из картин. Как ты относишься к этому, когда актеры, кинорежиссеры подвергаются цензуре в собственной стране за оппозицию, за высказанную? Я не сформировал позицию по этому поводу. Я слышал про списки, я их не видел в лицо никогда и не сталкивался, к счастью, наверное, с подобными списками. У нас, вот сколько фильмов мы запускали, мы ни разу не столкнулись с тем, чтобы нам хоть кто-то сказал, нет, с этими работать нельзя, с этими можно. То есть Александра Паля вы сможете снимать? Но он снялся, как мне кажется, в прекрасном фильме «Бонцу», и мы рассчитываем его выпускать, это осенью в прокат. И мы пока что не слышали. Никто, Кат, не просит сделать. Нет, никто не просит ничего делать с этим фильмом. Артур Смоленинов, который тоже выразил свою позицию, как ты считаешь, Артур Смоленинов сможет быть, как и раньше он был, блестящим, большим актером в России? Я считаю, что он и был, я считаю, что он и есть прекрасный актер, который, собственно, у него были прекрасные роли в большом количестве фильмов. И будут. Надеюсь, что будут. Мне кажется, невозможно запретить профессию. Все, о чем ты сейчас говоришь, это личное решение тех или иных продюсеров, в первую очередь. Хотя они... Ну, которым звонят. Мы же понимаем, как это работает. Или не звонят. Мы же... Вот это как раз... Перестраховываются. А часто звонят. Конкретно мы тоже... Ну, я опять же... Нам никто не звонил никогда. И у вас нет стоп-листов? У нас нет стоп-листов. И мы ни разу не столкнулись с тем, чтобы нам кто-то позвонил и сказал, вы что делаете? Такого не было. Мне кажется, что те, кто, собственно говоря, рассказывает о таких вещах, очень хотят, чтобы мы оказались все в Голливуде. где люди отстраняли от профессии за их цвет кожи, за их позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и так далее. Ну, по-моему, это неправильно. Наша индустрия с таким... Ну, вот на моей памяти и во всяком случае в моем опыте мы с таким не сталкивались просто. Я просто знаю истории, когда и от моих друзей, актеров в том числе, когда звонили и просили их не брать в тот или иной сериал, продюсеру звонили из администрации президента, либо в рекламе даже сниматься запрещали, либо просили изъять их изображение из уже отснятой рекламы, или выкинуть их после того, как они уже снялись в каком-то фильме. Ну, еще раз скажу. Ты таких не знаешь. Мы с таким не сталкивались. Как ты думаешь, выйдет ли картина Жена Чайковского, нашего коллеги, продюсера Ильи Стюарта и режиссер Кирилл Серебренников, которая была сейчас представлена в Каннах, в российский прокат? Скажем так, продюсеры к нам не обращались пока за прокатом этой картины. Поэтому сказать, выйдут они или не выйдут, я не могу, я не знаю. Договорились они с прокатчиком на территории России? Не договорились. Тут же от этого в первую очередь все зависит. Как ты считаешь, твое мнение профессиональное, есть ли цензура в прокате в российском сегодня здесь? Потому что я приведу тебе пример из личной практики. Моя коллега, это документальная картина, Вера Кричевская, сняла фильм про канал, где я много лет работал, про телеканал Дождь. В общем, этот фильм о Дождь должен был выйти в российский прокат в начале марта. Канал закрыли, фильм тут же сняли с проката. Это цензура, как ты считаешь? Шеворос, ему дали прокатное удостоверение? Отозвали. Дали, а потом отозвали, когда, кажется, отозвали на основании чего-то. Если там было нарушение российского законодательства, то, в принципе, ну, наверное, могло... А в чем оно могло проявиться? Я не смотрел кино, я же не знаю. Ну, сначала прокатку дали, а потом отобрали. Ну, возможно, появилось какое-то второе мнение, может быть, кто-то из экспертов Министерства культуры его просто посмотрел и что-то увидел. И вдруг решил перестраховаться и забрать прокатку? Да. Философский, скорее, вопрос. Насколько тебе кажется, что вот в ситуации изоляции, в которой сейчас находится Россия, снова повторится такой советский опыт, как это было в 70-е, ну, вот на примере книг, когда существовал термин «там издат», и все лучшее, что вошло в итоге в историю литературы, Довлатов, Бродский, Лимонов, Саша Соколов, можно перечислять еще долго, Войнович, оно было запрещено здесь и издавалось там, и спустя десятилетия, уже когда была гласность, приходилось сюда. Как ты думаешь, вот сейчас Серебренников уехал, Звягинцев в Германии, является ли это таким повторением советского опыта, когда очень много ярких людей, кинематографистов, а мы говорим про очень большие имена в кино, снова будут работать там, создавать картины там, и мы будем по запретным голосам, слышать новости о той или иной съемке, о том или ином проекте, и до России они доходить будут спустя многие-многие годы? Думаю, что нет, потому что все-таки есть огромная разница между 70-ми прошлого века и, собственно, 2020-ми этого года. В чем? Мне кажется, очень сильно повторяется. в том, что скорость донесения информации увеличилась в десятки тысяч раз за счет развития технологий. И просто вот так что-то отменить, да, нет. Культуру отмены сейчас мы видим, так называемом, собственно говоря, европейском, американском мире. Вот там это отменяют, Чуйковского, Достоевского. Это мы видим, а у нас вроде бы все в порядке, пока что Моцарта никто не отменил. У нас Галкина отменяют, о котором мы говорили. Ну, опять же, я не знаю, отменяют его или не отменяют. Это говорит, что его отменяют. Но он же сам говорил, что запретили концерты. Это ли не культура отмены? За оппозицию. А по какой причине? За что? Он высвязывал позицию после операции. Это же его мнение, я честно тебе скажу. Мне кажется, что это все так или иначе никоим образом не связано с реальной обстановкой. А что связано? С реальной обстановкой сейчас связано то, что на наше государство оказывается огромное давление санкционное. И в это время, мне кажется, надо всем просто сплотиться, пережить этот период времени и дальше двигаться дальше. Когда, по твоим прогнозам, ситуация может в какую-то нормальность вернуться в кинобизнесе? Сейчас прогнозы реально очень тяжело дать, но мне кажется, что потребуется года полтора до того момента, когда мы не достигнем того объема выпускаемого контента, чтобы так или иначе, хотя бы частично, заменить Голливуд. Года полтора? Опять же, в кинопрокате выходило 600 фильмов, из которых там 120 было российских, все остальное иностранные. Иностранные картины, в первую очередь, американские. Разные доли. И если на это так вот смотреть с точки зрения простой математики, то российское кино работало эффективней. Все-таки мы показывали долю больше 20%. Пару лет назад мы достигали и 30% доли. Это, по-моему, в 19-м году наступило. Нарастим объем. И мне кажется, что индустрия сама по себе будет восстанавливаться именно за счет того, чтобы будут приходить новые люди. Молодежь, талантливая молодежь, которая, в общем-то, готова сейчас начать производить кино. И которой никто не мешает этого делать. Дебютанты открываются каждый год. Видно, что власть пытается удержать здесь бизнес, делая какие-то сейчас послабления ему. Как поддержать киношников, чтобы они не уезжали? Или какие меры здесь могут быть? Что ты об этом думаешь? Что ты об этом знаешь? Потому что очень много молодых людей, я знаю, это просто по своему кругу. И по сфере кино очень многие сейчас оказались там. Очень многие талантливые кинематографисты, помимо Серебренникова, Звягинцева и других, кого мы упоминали. Очень много кто уехал. Вот как удержать, если есть такая цель? Давай здесь работать. А что они там будут делать за рубежом? Вот эти талантливые люди. Конкурировать с не менее талантливыми людьми, которые выросли там? За рубежом? Думаю, что это утопия. здесь давать им возможность работать. А сейчас, когда мы с этого начали, когда отсутствует Голливуд, когда есть все возможности сделать реально большой скачок вперед и вывести российский кинематограф как внутри страны, так и за рубежом, это получилось же у корейцев легко. Они же это сделали. Корейцы достигли того, чтобы о корейском кино заговорили во всем мире. российское кино пока не там. Мы уже в какой-то момент подошли к тому, что про российское кино начали говорить за рубежом. Не только благодаря нашим так называемым авторским картинам, но в том числе и благодаря нашим большим блокбастерам. Фильм «Холоп» продан в 20 стран мира как формат. Там собираются сделать формат на основе этого. Фильм «Движение вверх» собрал более 50 миллионов в России в прокате и еще около 20 миллионов собрал за рубежом в кинопрокате, только не говоря уже о просто просмотрах в иностранных интернет-платформах. Похожая же судьба была и у Чернобыля, который был просто показан на Netflix в большом количестве государств, и у «Серебряных коньков», который просто был продан Netflix и стал первым российским Netflix Originals, который был показан во всем мире и находился в топ-5 на протяжении нескольких недель на разных территориях Netflix, мы почти подошли туда. Сейчас, да, к сожалению, мы сталкиваемся с культурой отмены всего того, что произведено в России, но рано или поздно это закончится, а к этому моменту нам нужно просто иметь достаточный контент, достаточное количество людей, которые производят качественный контент. И тогда мы снова окажемся на передовой и сможем в общем спокойно доказать не только себе, но и в общем-то всему миру, что Россия это кинтографическая держава. Она такой была. И мне кажется, она такая и есть. Да, к сожалению, сейчас в ближайшие несколько лет придется столкнуться с трудностями. Но мы уже два года как сталкиваемся с ними за счет пандемии. И если пандемия нас не добила, то я думаю, с этим мы как-то справимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.